Вскоре Старогородковская школа-интернат имени Фурагиной изменится до неузнаваемости. Здание 1958 года постройки давно требовало капитального ремонта. Обновление учебного заведения стало возможным благодаря президентскому проекту образования. Прежде чем приступить, было инструментальное обследование. Во-первых, здание. То есть полностью здание обследовали, сделали проект по демонтажу, по обследованию. Мало того, сделали геологию, посмотрели грунты, на которых здание стоит. То есть все довольно-таки устойчиво. Мы этого события ждали очень давно. И, конечно, даже не ожидали, что стройка будет настолько масштабной и протекать в таких быстрых достаточно темпах. Поэтому огромная благодарность организации этого проекта. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов в ходе выездной инспекции проверил соблюдение сроков выполнения работ. Сейчас на объекте трудятся 42 работника. В перспективе их численность увеличится до 120. Демонтаж уже закончили на 80%. В данный момент второй и третий этаж уже выполнили перегородки. Приступили к штукатурке. То есть уже практически к отделке. Помимо основных вопросов, связанных с кровлей, гидроизоляцией, ливневой канализацией, комплекс работ также включает заглубление подвала. Мы подвал, Андрей Иванович, делаем заново. Ну, говоря о простом смысле, здесь земляный пол. Под зданием или рядом? Под зданием. Под зданием. Под зданием. То есть выборка идет грунта, земляные рамы. А потом будем заливать бетон. Да, будем заливать бетон. Что будет являться еще дополнительным. Да. Укреплением конструкции. То есть это будет полноценное такое подвальное помещение. В здании полностью обновят внутренние помещения. Установят современную мебель. Благоустроят прилегающую территорию, где появятся игровая и спортивные площадки, зона тихого отдыха и новая парковка. Плюс у нас еще несколько трудовых направлений. Почему я сегодня и озвучила. Мы как раз общали, что нам поставят маленькую, небольшую оранжерею. Потому что одно из трудовых направлений у нас цветоводство. Поэтому вот эти все решения для нас очень важны. И я благодарна, что нас слышат. В школе-интернате обучаются 162 воспитанника. 150 из них будут проживать в обновленном корпусе. Работу планируется завершить уже летом, чтобы 1 сентября дети переступили порог учебного заведения. Елена Краева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».